Всем привет, друзья! Сегодня про банные шапки. Все вы знаете отличнейшую шапку, которая называется Спиридоновка в банных кругах в честь Вячеслава Спиридонова, который первый придумал их делать. Ну, собственно говоря, теперь, по-моему, только неленивый кожевенщик не выставляет их на авито. И все вы знаете мою шапочку. Ну, сегодня мы поговорим о иных шапках. Вот о таких шапках, которые в виде буденовки. Делает, производит их. Николай, место силы. На нем сейчас стандартная Спиридоновка. Да, сейчас я подумал, скажешь, да что он еще и печи делает, а баня делает печи, а еще и шапки. Да, на самом деле мы тоже окунулись в эту индустрию, в плане того, что поняли, нам для нашего места силы нужны качественные, хорошие шапки. И так получилось, что это у нас дочернее производство, им занимается мой сын. Вот, и вот такие шапки мы делаем. Знаете, я начал ходить в общественные бани, я понял, что там в общественной бане история такая. Кто больше вытерпит, дольше вытерпит. И история такая, кунсткамеры, извращение. Когда ты приходишь в простой шапке, а там же не ляжешь, общественная баня, ты приходишь сидеть. А самая высокая температура у тебя над головой или в голове уже. И это вот датчик твой перегревается настолько, я думаю, как же его, чтобы он не перегревался. Ну и, конечно же, были традиционные шапки, простые, войлочные. Потом мне попалась первая шапка от Коли Веснянкина, Веснянские шапки, вообще шикарные шапки. И вот я когда ее взял, я понял, что в общественной бане нужно только ходить в такой шапке. И вот Коля меня на эту тему подвиг, и я плавно перешел вот в такую буденовку. Что она дает? То есть, если эта шапка, вот мы ее одеваем, вот видите, вот шея у меня открытая, щеки открыты. Здесь как бы температура нагревается и тоже дает такой не очень хороший эффект. А когда одеваешь вот такую буденовку, она, видите, шея закрыта, ушки закрыты. И все, и вот это вот прям, когда сильный порог начинает нагонять, ты прям так, знаете, ушки как зимой в мороз так раз так взял, отделал, так сел. И тебе пофигу на то, что он там сейчас с тобой происходит. Там уже все выбегают с парной, ты сидишь и кайфуешь, твое тело прям расслабляется. Поэтому принято решение было делать еще вот такие шапки. И сегодня у нас два варианта шапок, буденовка и традиционная шапочка. Во как! А скажи, пожалуйста, вот я беру стандартную шапку и вижу, что она покрашена монотонно, моноцвет. А каким образом достигается вот такая вот красотища? Я еще, кстати, в коже разбираюсь, но я как бы сейчас начал делать там рюкзачки и там всякую фигню, ну, с мелкой моторикой развитием занимаюсь. Я ни разу не видел вот такой вот отделки кожи, хотя хожу в известнейший кожевенный магазин, Тавро, вижу разную отделку. Что это вообще такое? Вот, знаешь, это вот наша фишка для того, чтобы отличаться от других, потому что шапок много сегодня, шапки различные. Но вот именно такого цветового гамма есть только у нас. Но то, когда ты в этой шапке придешь, сразу ты понимаешь, где ты ее взял, кто ее сделал. Но не буду раскрывать наши тайны. Но вот это, кстати, шапка, чтобы вы понимали, она уже, ну, не знаю, 50 прошла парений. Она мягонькая, но к тому, что как она себя ведет. А вот это жесткая. А вот это новая еще. Это мягкая. Нет, это хоть была в бане, но все равно это уже жесткая. Вот, отличие после 50 бань. Вот это вот 50 бань, а это вот новая шапка. Вот это новая. Потрогаю. Ну-ка. Да вообще одинаково. То есть у тебя выходит еще и сын красит как-то, отделывает кожу. Это лазер. Нет, она не села лазер. А про это не скажу. Это какой, а, жадина, говядина, турецкий барабан. Так, мягенько. Ну, конечно, сравнить с моей. Слушай, даже помягче. А откуда он берет вот эту вот кожу мех? Сьюгов. Скажу, что самые качественные барашки водятся на югах России. В Краснодарском крае? На югах России. Нет. В Адыгее. Не будем рассказывать все. Вот отсюда берем. Это очень качественный такой. Знаете, они там сытые, они там в тепле. И они прям такой вкусный рассказываешь. Вкусный. Держи, дай-ка я попробую померить на меня. Так. Попробуем вот эту. О, вот это на большие головы. Ну, у меня голова маленькая, но если подвернуть, прямо удобненько. Так. О, мой размерчик. Ну, ребят, все закрыто. Вы еще и для детей делаете. Да, у нас еще и... Розовенькие, женские. Еще и детские есть, да. Ну-ка, это там не будет как кипа. Оп, подвернул, и можно это самое, замоцуйте. Ну, что, вообще роскошно. Знаешь, как детки любят, когда приходят с родителями, и выдаются родителям большие шапки, выдаются деткам, детки прям вообще... Потом родители прям говорят, все, давайте. Да. Ты прям похож на... Хоть это самое... Цвет модный, можно прям хоть по городу щеголять. Крутота. Где купить? Сколько стоит? На сайте же есть? Да, сейчас эта информация будет на сайте. Это тоже наша разработка. Тоже тестили в 4 месяца, чтобы понять, что это за продукт. Потому что нам важно было имя, качество. Честно говоря, мне вот эти очень нравятся. Вот эта меньше, она жестковатая, ну и стандартная. Вот эти прямо роскошно. Цвета будут еще новенькие. Вот, мои предпочтения как раз и отдали. Вот это тоже тестили, но теперь у нас только вот такого плана. А цвета, цвета будут еще такие? Будут. Все. В будущем. Переходите снизу по ссылочке, звоните, спрашивайте менеджеров, сколько стоит, какая доставка. Все вы сами видели. Мне понравилось. В маркетплейсе выведем тоже. Будет еще на Валдерсе и на Азоне можно купить. А может не поведем, может быть оставим все на сайте, чтобы вы напрямую без посредников заказывали. Добрый ты человек.